История про бегемота, который боялся прививок. На пляже было очень весело. Больше всех истерился бегемот. Плескаясь в теплой воде под яркими лучами солнца. Когда бегемот вылез из воды на берег, он увидел большие объявления. Всем нужно от сана до мухи прививку сделать от желтухи. Не успел бегемот прийти домой, так тут выскакал кенгуру по шталям. Вам нужно явиться на прививку. Бегемот очень испугался. Чепуха, сказала кудрух Марапу. Угулять раз и все. В больнице бегемот торжал от страха. И меня держат за руку, спрашивала он своего друга Марапу. Буду, буду, отвечал Марапу. В первый раз вижу белого бегемота. Раскликнул доктор. А может он просто боится укола? Это особенный бегемот, объяснил Майабу. Он когда как то серый, то белый. Пока доктор выбирал игровую иголку, бегемот исчез. Все в ротник искать бегемота. Его нужно найти, он может заболеть желтухой. А бегемот спрятался и тихонько пошел домой. На другое утро Марапу зашел к бегемоту. И увидев его, в ужасе закричал. Кто с тобой? Ты совсем желтый, как лимон. Марапу сразу доктору позвонил. Доктор, и что делать? Бегемот стал желтым и желтым. Вы же сами говорили, ваш бегемот особенный. То он серый, то он белый. Да нет, доктор, тогда он просто побелел от страха. Это другое дело. Очевидно, его желтуха. Высылаю скорую помощь. Обезьянки санитария быстро отнесли на насеках бегемота в машину скорой помощи и отвезли его в больницу. Когда Марапу пришел в больницу навестить своего больного друга, бегемот попросил его. Очень скучно лежать. Расскажи какую-то нибудь сказку. Хорошо, хорошо, сказал Марапу. Жил-был бегемот. Он уже до чего боялся привилок. Смотрите, закручал доктор, что с бегемотом? Он был серым, белым, желтым, а теперь он совсем красный. Это чудесный бегемот. Нет, доктор, это самый обычный бегемот. Сказал Марапу. Только ему стыдно, что он так боялся привилок. Субтитры сделал DimaTorzok